Судьбу Оренбургской кадетки депутаты решили почти единодушно. Самый главный аргумент – у регионального правительства больше возможностей для развития этого учреждения. Сегодня эта кадетка перестала быть муниципальной по определению, потому что больше половины всех кадетов – это не жители города Оренбурга. Более того, здесь с начальной летной подготовкой необходима, конечно, техническая база. Необходимо привлекать на более высоком уровне сегодня специалистов и вкладывать деньги. Несогласные хоть и в меньшинстве, но все же были. Геннадий Юдин настойчиво просил коллег сто раз все обдумать. Ведь правительству передали и здание, и землю. А между тем, совсем скоро кадеты потеряют одно из своих помещений. На два здания кадетского училища претендует Оренбургская епархия. И главный учебный корпус уже ими занят. Рано или поздно мы потеряем из базы два корпуса. Где же тогда кадетам учиться? Его прогноз – неутешительные учебные заведения под угрозой закрытия. Главный аргумент – рано или поздно правительство региона может прийти к мысли, зачем Оренбуржью две кадетки. Если я ошибусь в этих прогнозах, то это, наверное, будет самая счастливая ошибка в моей жизни. На третьем этаже размещается духовная семинария. А вот второй, первый этажи заняты муниципальным кадетским корпусом. Действительно, рассказывает директор, им пришлось потесниться. Но никто кадетов специально не выгоняет. Духовенство лишь берет свое по закону. С 2010-го епархии возвращают все здания, которые отобрали при советской власти. Тогда и правда вопрос стоял остро – куда одеть училище? У нашей области, правительства области больше возможностей после передачи этого здания нас разместить где-то в другом месте или нам построить учебный корпус. В планах отдать кадетам здание на Советской-1. Рашид Тагиров очень надеется на благоразумие Министерства обороны. Ведь когда-то эти помещения принадлежали ледке, чьими потомками они себя и считают. Есть и план «Б» – выстроить учебный корпус прямо здесь, на пустыре. Директор подсчитал – места хватит. Найдется кусочек земли и для двукрылого символа. Памятники нашей духовной семинарии не нужны. Эти памятники, самолет тоже, разместить именно на этом месте. В планах, наконец, сделать долгожданный ремонт и небольшую перестановку. К примеру, первый этаж казарм перевести на третий, а здесь оборудовать медицинский кабинет. Но это все после 1 сентября. Именно тогда кадетское училище официально перейдет под крыло области. Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время.